Ну что? Ну что же, здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Как говорится, вы не ждали нас, а мы приперлись с третьим сезоном нашего чудесного подкаста «Киновестник». Господи, тебя, Дим, никогда так раньше хорошо слышно не было. И не будет! Всё перенастроил. Да. Всё сломал. Дискорд мне всё сломал, я вот сейчас собирал по кусочкам. Понятно. Итак, подожди! Извини, надо технические вещи сделать, потому что мы их каждый раз забываем делать. И прежде чем мы примемся за тему, наверное, стоит отметить, что спасибо за поддержку нашим целым двум патронам. Ей! Ага. Да, которые Бэйгриэл и Ричард Егор Оден, или как его тут правильно читается. В общем, вы молодцы, спасибо вам большое, особенно Бэйгриэл Дарье. Да. И напомним, да, что нас можно послушать в ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в iTunes, да и вообще где угодно, что ловит RSS-рассылки, по слову «Киновестник». Да. Хоть на почту нам напишите файл, мы вышлем. Да, можно голубиной. И еще важная вещь, прямо перед тем, как начнем, уже последняя, обязательно считаю нужным отметить, что мы не ставим своей целью в этом подкасте оскорбить верующих каким бы то ни было образом. Да, поскольку у нас российское законодательство сейчас это такое негибкое, а фильмы такие. Но у нас там православных фильмов-то нету. Да, православных фильмов нету, мы попробуем, но мы не обещаем. Да. Если что, мы это не всерьез. Да, это все исключительно с целью комедии и пародии. Итак, Дмитрий, расскажи нам, пожалуйста, с какого вообще, да, у тебя родилась такая чудесная тема для первого подкаста. А на самом деле все очень просто. Какое-то время смотрел на календарь и думал, что же придумать на подкаст на будущий год, да. В прошлом году еще была мыслишка сделать рождественский подкаст, ну, знаете, там типа «Крепкий орешек» традиционно, да, или «Один дома», например. Ну, что-то такое, короче, тематическое. Хотелось сделать под конец декабря, а потом думал, ну, это же католическое рождество. А потом, думаю, ну, в начале января у нас будет и наше православное. Ну, и, соответственно, можно как-то это все вместе условно совместить и уже на следующий год переместить. А думаю, а что вообще с христианской вот этой тематикой может быть связанного? Ну, думаю, наверное, какие-нибудь там ангелы. Сейчас меня уже начнут верующие пинать. И вот, думаю, может быть, есть какие-то вот фильмы, в которых наши любимые актеры, такие самые трэшовенькие, вот, отметились в роли ангелов. Нормальные люди могут вспомнить хорошие фильмы, там, например, «Ангел А», где хорошие актеры из «Астерикса и Обеликса 2», «Однорукий», как его там звали. Ну, или еще какой-нибудь фильм можно вспомнить. Ну, хотя бы даже «Константина» по комиксам с Киану Ривсом. Тоже хороший фильм. Да. Но я тут подумал, что давайте-ка пройдемся по... Не очень хорошим фильму. Нет, по хорошим актерам. Да. Я от актеров скакал, честно скажу. В один момент я увидел вот этот, ну, видимо, я так понимаю, известный тебе уже, Алексей, факт, что Траволта снимался в роли Архангела Михаила. После чего у меня все сразу эти шестереночки закрутились, и я тут же нагуглил Николаса Кейджа, вспомнив, что он тоже снимался в фильме про ангелов. И вспомнил, ну, кто у нас еще третий такой вот, ну, трэшовенький, ну, хотя бы приблизительно по уровню равный им Кристофер Уокин, конечно же. И в итоге родилась вот эта вот замечательная подборка из трех фильмов, где трое убер-актеров, замечательных убер-актеров, которые мы все любим, конечно же. Сумасшедший Кристофер Уокин, любитель потанцевать, сумасшедший Джон Траволта, любитель саентологии, и просто сумасшедший Николас Кейдж. Да. Николас Кейдж. Они все играют каких бы то ни было ангелов, либо архангелов. И вот такая вот рождественская и построждественская похмельная, можно сказать, подборка получилась. Это первый фильм «Пророчество» 1995 года режиссера Грегори Уайдена, второй фильм это «Майкл» 1996 года, он же Михаил при желании можно перевести от режиссерши дамы Норы Эфрон, если я правильно помню. Да. И третий фильм это, разумеется, «Сопливый-сопливый город ангелов» 1998 года режиссера Брэда Сильберлинга. Такая вот подборка. Прекрасно. Ну как будем ругать? По хронологии или в обратной хронологии? Нет, давайте по хронологии, почему нет? Как раз с самого чудесного фильма и начнем «Пророчество». Ты исключительно от актеров, да, в этой подборке исходил? На самом деле «Пророчество» я смотрел некоторое время назад, очень давно про него слышал, про то, что там смешно Кристофер Уокин сидит на картах. И в этом аспекте фильм не обманул. Все, хотел посмотреть, посмотрел наконец-то. И сейчас решил вот как раз в связи с этой подборкой вспомнить его еще раз. Давайте пройдемся по сюжету чуть-чуть. Ну, в общем, там все просто. Бывший священник, а ныне детектив Томас Даггетт, которого играет греческо-американский актер Ильяс Котиас, Ильяс Котиас, извините, обнаруживает на умершем при загадочных обстоятельствах безглазом мужике некую рукописную Библию. В ней есть глава, которой в других Библиях нет, которая сообщает о том, что между небом и адом ведется непримиримая война, и типа исход ее еще не предрешен. Такой Константин Лайт, короче. Детектив разыскивает подозреваемого в убийстве непонятного мужика, которого играет Эрик Штольц. Как это? Эрик Штольц. Не до Марти Макфлай. Марти Макфлай, ага. И следствие заводит детектива и этого самого Эрика Штольца в далекую американскую глухоперть, где на хвоста ему садится уже Кристофер Уокин, который играет архангела Гавриила. Гавриил хочет разжиться душой самого такого главного отморозка, а, соответственно, Эрик Штольц и детектив впоследствии захотят ему в этом помешать. Чем же все это закончится? У-у-у! Узнаете в следующем подкасте. Да. Да. Или сейчас, через пару минут. На этом, на Патреоне, да? Расширенная и углубленная версия подкаста будет. У нас с Нового года, знаете ли, коммерция. Ага. Да. Вот прямо сейчас должен обрываться такой... И переходим к следующему фильму сразу. Да. Честно говоря, я не совсем понимаю. Ну, если как бы в тему подкаста, то да, конечно, вот сюда подходит, но, блин, по сути своей, это такая срань, на самом деле. И фильм, как мне показалось. Я даже больше скажу, я пришел ко мнению, что такой жанр мистических детективов 90-х годов, если это не чернокнижник, это полная срань сама по себе, как бы вот. Тем более, что чернокнижник, по-моему, в конце 80-х вышел. Ну, так сказать, inspired by, то есть, типа, вдохновленных чернокнижникам и вот этим вот всем. У фильма, опять же, имха, как бы, я не нашел ничего интересного. У него нет какого-то единого стиля, какого-то вот, просто какой-то детектив-богослов, ну, бляха-моха, ну, кури. Он бывший, бывший богослов, он не справился, понимаешь, failed priest. Не справился, да. Да. Совершенно непонятный саундтрек, какие-то забывания на этом, на фоне постоянно. Саундтрек это отдельное вообще. Да, да, от Дэвида Си Уильямса. Саундтрек тут везде прекрасен во всех трех фильмах, но... Ну, об этом позже немножко, опять же. Деревянный лес кот и ас, опять же, который совершенно с одним выражением лица весь фильм. Только считай, на Кристофера Окена и приятно посмотреть. Ну, и то, опять же, он не особо вот своими чудачествами выделяется на фоне остальных известных фильмов с ним, как мне показалось, по крайней мере. Ну, на фоне сонной лощины, конечно, да, мог бы быть и посильнее. Ну, так, веселее, например, чем в «Поймай меня, если сможешь». Тут должна быть картинка с часами, вот это вот, из другого фильма. Подожди, он что, поймать должен был? Часы? «Поймай меня, если сможешь». Не то, чтобы мне фильм не понравился, но не особо понимаю, ну, твоих восторгов в его отношении. Восторгов? Ну, не то, чтобы восторгов. Подожди, ты меня неправильно понял. Я сейчас объясню. Тут надо все по порядку. Во-первых, меня смешит то, что он Архангел Гавриил, у меня сразу как бы Гаврила его хочется назвать, как бы, да? И тут же вспоминается легенда Кайрандии, которая серия квестов из трех частей. Там во второй части была... Я сейчас совсем в сторону отскочу, чтобы подкаст уж совсем это обскурным стал. Там был такой пиратский перевод, не помню чей. Ну, очень такой расхожий был в России. Занция, главная героиня, в один момент в таверне читает стишок. И все там, стишок, стишок, а я не помню, что она в оригинале читала, но в русском переводе она прочитала следующее. «Гаврила был лихим пиратом, Гаврила грабил корабли, добыл множество дукатов, затем менял их на рубли. А потом «Спартак чемпион, Спартак чемпион» заявила. Вот я не знаю, у меня почему-то такое же ощущение от фильма, такое немножко разношерстное. Там же прикол в чем? Этот Грегори Уайден, который режиссер-сценарист, он написал до этого горца. Да, то есть, в принципе, «There can be only one» и весь этот псевдолор, без планеты Зайст еще со второй части начиная, это его рук дело. То есть парень-то, в общем-то, плодовитый. И креативный фонтан, в принципе, работает. Только как постановщик он, конечно, никакой, потому что посмотрел все его режиссерские работы, это какая-то жопа просто, то есть, ну, вообще все до единого. Причем сценарно он вообще пожарник, то есть у чувака профиль немножко другой. Он написал сценарий этой «Обратной тяги», которую Рон Хавард поставил, и который совершенно внезапно я узнал после как раз первого просмотра «Пророчества», что у него сиквел был в том году, в 2019-м. И для меня был абсолютный шок, когда я узнал, что они еще часть актеров туда приволокли, типа того же старенького Дональда Сазерленда откопали, короче. Так что? Я думал, это, знаете, ну совсем директу-дивиди, короче. Оказалось, это, ну, директу-дивиди, но еще типа с претензией. Так вот, ну не суть важна. Суть в том, что как постановщик он вообще никакой. То есть ему бы снимать такие фильмы этого, господи, Фрэнка Залмана, или как его звали, который «Дневники красной туфли» или вот такого плана. Такой эротический полутриллер. Вот ему бы такое что-то снимать, потому что картинка такая типичная из 90-х. Вот да, даже из конца 80-х скорее как бы. Не, смотри, начало 90-х, оно как раз, знаешь, вот какой-то странной камеры такой вот. Я не знаю, у меня еще копия такая была, которую я смотрел, она была 4 на 3 обрезана. Так и Михаил тоже 4 на 3, там даже специальные спойлеры в самом начале, что этот фильм был адаптирован под ваши экраны. Да-да-да. Но там он прекрасно адаптирован, к нему еще вернемся, да. Тут как-то странно это вот смотрится, именно как такой TV Movie of the Week. То есть даже не верится, что его, во-первых, в кинотеатре-то прокатывали, а еще, кстати, не верится, что он там окупился и какие-то деньги даже принес. Вплоть до того, что три сиквела сняли. Кстати, в двух сиквелах Уокин еще снимался, видимо, ему настолько понравилось. Ничего себе. Да, вообще, я вот смотрю на кинопоиске фильмов пророчества, аж 5 штук, на самом деле. 5? Я думал 4. А, ну, значит, я пропустил какой-то. Это как с психо. Пророчество 5 вышло в 2005 году. Forsaken. С подзаголовком, да, Forsaken, покинутые. Да-да-да. Это типа они каждые 2 года по фильму снимали, что ли? Да, похоже на то. Прямо как Дисней. Тут нужна гифка с этим, с Михалковым, типа, иронично, потому что как раз Уокин покинул их еще на стадии после третьей части. То есть четвертой уже там какой-то левый хрен был. Даже Уокину надоело. Ну, надо отметить, что Уайден был еще сценаристом такого сериала, как «Байки из склепа». Ну, а кто не был? Правильная вещь. Как это? Халтурка сценаристская, по сути. То есть ребята для телевизора вечно серийку-другую пишут, ну, чтобы немножко денег содрать на поддержание штанов. Чтобы не терять навык. Кстати, о картинке, опять же, почему все выглядит настолько безыскусно. Тут говорят, я не знаю, это опять же, АМДБ меня может вводить в заблуждение. Я так угарнулся с этого факта, что фильм якобы сняли в 93-м еще, потом его что-то монтировали, перемонтировали и выпустили только спустя 2 года, в 95-м. А снимали на телекамеру, да? Ну, типа, который на тапок какой-то, я не знаю. Тевишная, да. Да-да, со студии CBS свистнули. Как раз с байкой из склепа там, не знаю, каких-нибудь. Как в этом, в Боуфингере, короче. Уайден такой камеру свистнул, одолжил на ночь и начал снимать. Благо, что как раз там действие типа ночью происходит. И говорят, что вот якобы эта практика снять, а потом долго-долго перемонтировать и выпускать спустя несколько лет, это была обычная практика Вайнштайна и компании. Ну, там, Мирамагзе, я как-то удивился, ну, наверное, не знаю. Да-да-да. Не могу ничего сказать на этот счет. А насчет «Кстати», кстати, насчет Ильяса Катеаса, ты вот зря говоришь, что он такой это, у него роль такая, понимаешь? И тут отсылки, говорят, тонкие к Библии. Ну, это опять же АМДБ говорит, я ничего тонкого в этом не увидел. Актеры, понимаешь, героя зовут Томас, то есть Фома. То есть он не верит в Бога, понимаешь, да? Вот он разуверился. Вот так вот. Да. Не, на самом деле проблема Уайдена, как я вижу, то, что он как сценарист, он получше будет, чем режиссер в натуре, да? И как бы у него идеи есть, и он ими фонтанирует, но как бы реализация такая. Актеры пытаются тянуть, но не всегда получается. Выглядит как такой заштатный эпизод секретных материалов. Ну, вот да, такое ощущение какое-то, действительно. Единственное, забавно, ну, опять же, это в плане сценария, да, как это все подано. Шуточки вот какие-то такие про трубу Гаврилов, которую детки дуют там, да? Когда Эрик Штольц передает душу девочке. Я вообще вот этих шуток самосмеек, честно говоря, не понял просто. На экране целуют ребенка фактически. Да, причем так, а, конкретно так. Я вот так удивился, думаю, ничего себе, какие либеральные нравы были. А потом, а, это ж Харви Вайнштайн, ну, понятно. Ну, мы опоздали уже, люди-ка, на два с этой темы, но тем не менее. Не, ну почему, как раз же начинается суд над Вайнштайном, да вот. Да, он там так картинно с этой штучкой идет, как эти дедушки старые, как это, с тростью. Не, не трость даже, а знаешь, это, которая, ну, на обе руки опираются, и вот эта штукенция такая. Это картинка такая, в понедельник на работу, да? Да, 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 после праздников. Походу, да, он Рождество хорошо отметил, как раз таки. Вот, короче, в общем и целом, такой бедный родственник Константина. Не знаю, если вам охота мистики посмотреть, конечно, можно, но в целом там он именно ТВ-муви, то есть там ничего такого нет. И, кстати, я второй фильм пытался посмотреть, я где-то полфильма осилил, я вам могу сказать, там еще хуже, гораздо хуже. Ну, если их пять, то как бы... Да, там продакшн падает радикально, тут еще как бы так, серединка наполовинку смотреть можно, а там уже все плохо. Ну, а не так, типа, ребята, продолжаем делать во что бы то ни стало. Да. Мне кажется, это такой пэшн-проджект был именно Уокена. Вероятно. Да, он там такой нормальный. Опять же, как будто от Тима Бёртона убежал, то есть этот костюмчик, смешные штаны под пузо затянутые. Да, не переодеваясь просто с одной съемочной площадки на другую. Да, и этот чудо-плащ такой, не плащ, а чудо-пиджак такой длинный, как у какого-то, не знаю, конферансия такой. Ну, готишно-готишно выглядит, мне понравилось. А вот эти его развороты со щелчками, ну, как будто он Майкл Джексон. Мне нравится, как он, да, пальчики прикладывает всем, типа, фан, все. Да-да-да-да-да-да. Ты знаешь, откуда у тебя ложбинка между губами, между наёшней губе? Это я тебе тайну поведал в детстве. Когда ты ещё не родился, да. Да. Что? Он такой крипи вообще. Такие крипи вайпс есть, такие педофильские. Элия Скоттиас, я вот смотрел в оригинале, он мало того, что внешне немного напоминает как будто сына Де Ниро, так он ещё и разговаривает примерно с таким же акцентом, как Де Ниро. Вы, кстати, вот его ругаете, Алексей, а я его посмотрел у Терренса Малека в Тонкой Красной Линии буквально пару дней назад, и Малек его оставил в финальном варианте фильма, то есть, как бы, ну, вы понимаете, да, что у Малика сняться это целое приключение, ты не знаешь, окажешься ты на этот фильм или нет, да? На лотерею. Да, лотерея, он в этой лотерее выиграл прям. Ну, похоже. Да, он молодец. Ну, там он ещё более, как бы, безыскусно выглядит, то есть, он совсем там незапоминающийся, они там в касках все ходят, пострижены по-армейски, и у него там лицо вообще никакое. Вот. В целом, конечно, если не смотреть на вот этот бенефис такой слабенький актёров из «Криминального чтива», Уокина, Штольца и Аманды Пламер. Аманды Пламер, которая там тоже есть. Ханибани, Ханибани, да? Ханибани, да. Факин ласт ванавья! Я не знаю, почему я бабка получил. А, во, вспомнил, там же внезапный Вига Мортенсен. Да, конечно, конечно. В Константине там этот, Стармары, да, а тут получается Мортенсен. Причём я уже который раз говорю, вот, у меня друган есть, Лёша тоже зовут, вот вылитый молодой Мортенсен вот в таких вот ролях, то есть такой бородатый, лохматый, короче. И я на него в этом фильме смотрю, такой, да ёпас это, Лёша, опять что ты тут делаешь? Ну, они там ещё периодически смешные фразы говорят, типа тот же Люцифер, там, пытается Аманда Пламер ему что-то сказать, там, ну-ка заткнись, а то накормлю тебя какашками твоей матери или что-то такое-то. Да, что-то такое было. With your mother's physics. В начале шутки про половые органы этого, которые из окна выкинут. Да, да, гермафродит. Ну, best of both worlds. Не особо он был фригидным и импотентом одновременно. Да-да-да. Кстати, вот этот патологоанатом, который рассказывает всю эту cool story, он вернётся в сиквене. Или, ребята, не только Кристофер Уокин. Вау. О, боже мой. Да-да-да. Он там будет играть роль такого, знаете, как в Терминаторе этот, психиатр, который в полицейском участке был, а потом свалил перед Мочиловым. И потом ещё две части объявлялся. А, да, музыка говно. Дэвид Си Уильямс, или как его там звали. Я посмотрел тоже все фильмы, которые он там делал. Ну, вот такой вот порн, блин, говно какое-то. Не знаю, как описать. Как будто полицейского из Беверли-Хиллс смотришь. В некоторые моменты начинает играть вот эта вот дешёвая электронная музычка. Не, оно, знаешь, скорее старый FMV-квест напоминает. Типа «Седьмого гостя» там или что-то такое, когда ты пазлы вот сейчас будешь разгадывать. Скорее, да. Грюч, абсолютно неуместная. Георгий, есть ещё что добавить, может быть? Да. Да. Чё, 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 чё. Орал с фраз Гавриила, типа, так, «Мэнди, откуда ты знаешь, что меня зовут Мэнди? Ну, ты выглядишь как Мэнди». Вот это «you look like» всё время повторял, когда называл чьё-нибудь имя. Он говорит, «Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ну, ты выглядишь как тот-то». Там ещё хорошая шутка есть, что когда он узнаёт, что душа вот этого отморозка полковника, видимо, это отсылка, кстати, к «Апокалипснаут», потому что там полковник Курцман был в исполнении, Марлоном Брандо отмороженный, а тут, типа, полковник Готурн, его, значит, когда в душу маленькой девочки заточили, он узнал, что её зовут Мэри, он такой, ну, конечно, типа, девственница, ну, дева Мария, как Virgin Mary. Такой, well, of course. Ну, а как её ещё могли звать? Блин, конечно, девочка смотрелась крипово, когда она цитировала вот эти генералы. Причём эта битва на этом Чесинском водохранилище тоже вспомнили, блин. И вот ещё про полковника. Последнюю вещь вспомнил, такую, которую не отметили. Опять же, сценарная шутка, сценарно-кастовая, я бы сказал. Они туда на роль этого полковника, который буквально там стоит, молчит и, ну, лицом торгует, которого буквально откапывает из гроба Адам Голдберг, кстати, смешной актёр. Да, смешной. Он тут практически такой же грустный, как в неплохом сериале The Unusuals с Джереми Реннером. Был такой сериал не так давно, но его не продлили. Там первый сезон вышел, и он, ну, там практически ситуация, как с этим Almost Human, который вам так нравится. Мне понравился сериал сам по себе. Он такой циничный, про абсолютно сумасшедшее полицейское управление, где полный дурдом творится. И вот там он играет одного из копов, который боится, что его всё время подстрелят. А, нет, подожди, его корифан чёрный боится, что его подстрелят, а он, короче, ему пофиг, наоборот, его подстреливают, но он выживает каждый раз. Этакий Catch-22, да? Да-да-да, и он постоянно там такой грустный, короче, всё время. И он тут тоже грустный, потому что Гавриилу, чтобы перемещаться по миру, нужен какой-то полумёртвый чувак, при котором он тусит. То есть он сам по себе передвигаться не может. То есть какой-то лор всё-таки есть при этом. Ну, типа, да, я, говорят, не рулю тачкой. Да, я can drive. Я, типа, водить не умею. Вот, и, в общем, получается, он откапывает этого полковника в этой американской глухоперде. А этот полковник, актёр, он последний раз вот перед этим фильмом снимался в 74-м, что ли, году. То есть его как бы literally откопали, да? Да, его на самом деле буквально, считай, откопали. То есть и его самого, и его карьеру актёрскую. Тонкость какая-то есть, но ради неё надо постоянно вот копать, короче. То есть фильм вот он... Эксгумацию просто провели. Да, не располагает к тому фильму, чтобы ты сам как бы это, что-то увидел. Нужно постоянно сидеть и стараться. Ну, на самом деле, вот они хотели вот здесь сказать, это было, наверное, хорошо. Это вот, наверное, умно они хотели что-то сказать умное. Но вот постановщик не справился с этим, грубо говоря. Я смотрел в дубляже с каким-то дичайшим уровнем шумов, на самом деле. И озвучка из этих с 90-х. Последний раз я копию видел этот, как его... Остров сокровища. Сейчас, да-да-да, когда... С Чарлотом Ухэстоном. Да-да-да. Вообще жуть просто. И поэтому вот у меня, видимо, ещё это наложилось на впечатление, что это такой как бы совсем непритязательный и непримечательный телефильм из 90-х годов. Да. То есть даже Уокин не пробивался через этот его голос. Ну, да-да-да. Он там так с хрипотцой говорит это. Ну, фирменный свой. Вот это вот его фирменное придыхание, да. Да-да. Ну так, на Уокина кривляющегося можно посмотреть, там, не знаю. На Вега Мортенсона можно посмотреть, поугарать тоже. Ну, буквально пару минут и не более. Да-да. Поэтому перейдём к фильмам повеселее, наверное. Да. Да, что там было следующее? Майкл? Майкл. 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 По списку. Майкл. Не знаю, в чём его имя Майкл. Он же Михаил. Михаил. Мишаня. Мишаня. Сразу вспомнил этот «Все ненавидят Криса» и озвучку. У меня омерзительный перевод этих, как их там, как... Кураж Бомбей. Кураж Бомбей. Кураж Бомбей, да. Вот, да, где там всё. Гриша, Миша. Да-да-да. С мишечки и божья искра. Да. С этого можно орать, на самом деле. Бесконечно. Если не серьёзно относиться к этому. Ну, в принципе, к Терри Крюзу, например, там попробуй серьёзно относиться. Этот фильм был второй на очереди и, в принципе, послужил катализатором того, что этот подкаст и затеял, да, эту тему подкаста. Здесь история о том, как два незадачливых журналиста одной жёлтой газетёнки, такой крупной достаточно, получают письмо от некой сумасшедшей старушки, а может быть и не сумасшедшей, которая заявляет, что она приютила настоящего ангела, прям с крыльями. И начальник, Боб Хоскинс, отправляет их проверить эту историю, даёт им в попутчике даму, которая типа эксперт по ангелам, но тут уже можно понять, какого уровня кино нас ждёт. Приезжают в глубинку наши герои и обнаруживают, что внезапно ангелам, а точнее архангелам, оказывается пузатый Джон Траволта с крылышками. Да-да-да-да. Такой с сигаретой, короче, и банкой пива. В труханах таких, да, в поколе. Такие у засаленных уже. И он как бы отказывается, ну, дать добро на то, чтобы про него написали историю, до тех пор, пока он не поедет с этими ребятами в Чикаго, по пути наведавшись во всякие интересные локации. Поэтому, роуд-мови! Да, я фильм видел давным-давно и несколько раз на него натыкался. Блин, ну, извините, я, пожалуй, опять же скажу общее впечатление, чем мне не нравятся фильмы режиссёра вот Нора и Фронт, покойный, который, оказывается, скончалась в 12-м году. Да-да-да. Тем, что она, условно говоря, перебарщивается с сахаром постоянно. Вспомнилось пробуждение тут же и неспроста, да? Да-да-да. То есть, как режиссёр, она успела поставить всего 8 картин, и большинство из них это вот именно что-то такие очень-очень-очень сопливые романтические комедии. Наверняка, широкому зрителю больше всего известных фильмов это «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мэк Райан. И «Геспящий в Сиэтле», опять же, с Томом Хэнксом и Мэк Райан. Очень хороший фильм. На самом деле, так-то ещё и когда Гарри встретил Салли, это самый известный из её... Ну да, наверное. Там шутка есть отличная. «I'll have what she's having». Вы видели это? Понимаете, о чём я? Мне кажется, у тебя статья где-то об этом была. Да-да-да-да-да. Про то, как оргазм изображали, когда кушали что-то вкусное. «I'll have what she's having». Ну, за эту шутку можно простить много. Ну да, да. Опять же, с Мэк Райан и этим Билли Кристалом. И, в общем, когда её фильмы смотришь, ощущение, что тебя кормят постоянно чем-то очень приторно-сладким. Можно было не изображать, спасибо. Мне поэтому её фильмы не особо нравятся. Есть другая женщина-режиссёр, которую не устану рекламировать, это Нэнси Мэйерс. На данный момент поставила всего шесть фильмов. И вот у неё в фильмах это такой, по моему мнению, идеально соблюдённый баланс для создания сказки для взрослых. Это использует Сахара, а та — Сахарозаменитель, да? Поэтому получается нормально. Да, Сахарозаменитель. Там нету особо плохих персонажей. Один из наиболее известных её фильмов — это «Старенькая ловушка для родителей», где две Линси Лохан по цене одной. Две Линси Лохан? Что? Сестёр Олдсон, ты хотел сказать, да? Нет, подожди. Там же Линси Лохан играла. Две роли двух сестёр, насколько я помню. Да, тогда это я с другим фильмом перепутал. Да, примерно со всеми фильмами «Сестра Олдса». А, да, «Двое, я и моя тень», вот что. Я почему-то думал, что там тоже «Сестра Олдса», ну ладно. Вы вот сейчас говорите какие-то неизвестные через неизвестные для меня. Ты что? Я не уверен, что эти фильмы существуют. «Двое, я и моя тень», а ты смотрел, вот, не знаю. Ты ещё скажи, что ты за бортом не смотрел. За бортом — это там, где богатые. Курт Рассел и Голди Холдс. Богатенький Курт Рассел у него, или наоборот? Наоборот, наоборот. Наоборот. Это сейчас ремейк сделали, наоборот, да? Ремейк сделали? Да. Ох, ёлка. Боже мой. Был ремейк в том году, по-моему, где как раз, наоборот, богатенький мужик и дама его приютила. Вот. Вы не в курсе, что ли? Нет. Был. Да. Нет, не в курсе. Он, по-моему, так же и называется «За бортом». Ну, всё. Вообще не слышал ни разу даже. Ну, вот. Конкретно вот этот вот Майкл, он какой-то такой весь нескладный, какой-то вот этот вот особо, ну, не то чтобы ничем не примечательный, но вот, ну да, там есть Джон Траволта, там есть даже более-менее милый этот Джон Хёрд, который в последние годы играет, как бы, ну, видимо, по возрасту уже таких, постоянно таких злобных стариканов. Уильям Хёрд, пожалуйста. Уильям, да. А, Уильям Хёрд. Не надо путать, и Джон Хёрд уже немножко покойный. Да, есть, это вечно милая и практически везде одинаковая Энди Макдауэлл. Абсолютно одинаковая, да. Абсолютно одинаковая, но тут она вообще, она просто вот дуночка натуральная, вот. Когда она сидит в парке, сначала общается с собаками, уже действительно понимаешь, какое кино нас ждёт, на самом деле. Блин. Есть другие, как бы, роут-мовии из... Не то чтобы в том же стиле, с этим... С Эдди Мёрфи, как же оно назвалось-то? Нет, не знакомьтесь Дэйфа, блин. Ну, похожее кино. Ну, ты сказал. Знакомьтесь, Дэйф, это же ад, вообще говна. Да. А, ты имеешь в виду, где он тоже с небес падает, да? Чё-то да, вот его куда-то везут, блин. Святоша, что ли? Святоша, да. Это же говна кусок, о чём вы вообще говорите? Его же смотреть невозможно. Ну, ммм. Там две-три сцены про телевидение смешные, там, грубо говоря, и остальное там какое-то вообще просто... Ну, я не знаю, может, меня память обманывает, конечно. Я последний раз его видел утром на СТС. В субботу. Это было плохое утро, должно быть. Да-да-да. Ну, честно говоря, уныленькое кино. Я его целиком так ни разу и не смотрел, а если я не смотрел его целиком, значит, оно уныленькое. Если Георгий не смотрел его целиком... В смысле я имею в виду в детстве, в кино на СТС. Всё, как бы это... Старые фильмы котируются таким образом. Понятно. Как бы резюмируя, такая комедия, ну, для 96-го года и для того, как я смотрел её, ну, опять же, наверное, в это время, как она вышла ещё там на кассете, по-моему, у кого-то, браулин. Для своего времени, может быть, неплохая, но сейчас она воспринимается как-то, ну, совершенно ни о чём. Хорошо. Какого у вас, какие впечатления? А я не знаю, я орал с Траволты, который то ли непонятно ещё не снялся в «Криминальном чтиве», то ли уже снялся в «Криминальном чтиве». Уже снялся. Уже снялся. Как раз вот свежак оттуда. Перешёл немножко с героя на гонжу... На пончики он перешёл с гонжу... Ты оценил, насколько там на самом деле темп стоунерской комедии просто. Да, 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 то есть вот, ну, прям, капец. Он сидит ещё так улыбается, растягивается, да. Всё здорово вообще. На всё лицо. На самом деле, всё искупает, как бы, действительно, фильм, он сам как фильм, если оценивать по фильмам, показать вам, он не какущий, как бы, но... Угу. Он отличная стоунерская комедия, то есть его смотреть в изменённом состоянии сознания, ну, например, там, даже «Бухим», да? Да, да, да. Очень замечательно, очень замечательно, просто. Там настолько тупо всё некоторые моменты сделаны, причём намеренно тупо. Местами очень мило и душевненько. Да, да, да. Очень странные некоторые там сюжетные повороты, когда, например, Траволта решает пободаться с быком. Ага, ага. Битва. Просто почему? Да, потому. И начинает просто с разгона бодаться с быком. Это, я понял в этот момент, что у Нора и у Фронта хорошие сценаристы были, которые любят, ну, дунусь, как хорошо так дунуть причём. То есть Архангел Гавриил тут... Ой, Архангел Михаил, простите. Простите, да. Тут гораздо круче, чем Архангел Гавриил, который, казалось бы, тоже там всяким трэшем и угаром занимается. Ну, тут просто вот он сидит, пьёт пивко, как бы там дерётся, валит баб налево и направо. И вообще, как бы дали бы рейтинг фильму вот прямо R-жесткий. Я считаю, что тут только он выиграл бы от этого. Да, а танцульки, танцульки, как же. Да, да, Траволта же не мог не потанцевать. Ты что? Да, да, да. Ты заценил танец в конце, когда он танцует с дублёром Джинстэплхот? Причём её тактично, так камера отходит, чтобы это, не дай бог, не показали, что это она. А то же мы, типа, не догадались, что 80-летняя старушка не будет танцевать так бодро. И там такая камера, как это, самолётный план такой, в метрах в 30 ещё телеобъективом. Да, да, да. И там Траволта такой танцует. Причём эта сцена, как это выглядит? Герои, значит, обрели своё счастье. Спойлер, спойлер, да. И такой Траволта объявляется и начинает танцевать. Причём всё действие вокруг них в городе останавливается. То есть такой прям стоп-кадр. И такой Траволта танцует на этом врезанном. Я такой, что вообще? Скринсейвер такой просто по уровню качества. И я такой думаю, ну, давайте титры. Они такие, нет. Траволта, короче, заканчивает танцевать. Потом действие опять восстанавливается. И только потом титры. Такое ощущение, что дунули все. И начиная, ну, не только сценарист, не только актёры, но ещё и монтажёры дунули, режиссёрша дула. Там, короче, это изрядно так. Вот как бы, если так, не знаю, в связке, например, с TN6D и этот «Медиатор судьбы» смотреть. Мне кажется, такой неплохой дабл-фичер вышел бы, в принципе. Так, если одно с другим подменять. То, конечно, не так похабно. Хотя, Майкл, похабный, действительно, достаточно. Но, тем не менее, уровень такого вот идиотизма развесёлого присутствует. В идиотизм добавляет свою лептующую Рэнди Ньюман, на самом деле, компедиторов. Тут, мне кажется, это какое-то ироничное использование, его хрен знает. Потому что, ну, настолько сахариновый саундтрек. Причём, ну, Майкл там, грубо говоря, соблазняет бабу. То есть, мы наблюдаем такое, знаешь, с точки зрения верующего, страшнейшую вообще ересь, да, происходящую на экране. И в этот момент такая милая музычка, типа, Ну, самое милое, что может быть на свете. Мы не знаем, что вы там подумали, да. Да, на самом деле, он и Библию читал всю ночь. Конечно. Поэтому она такая вышла, пошатываясь из модели. Шоки просто была, в шоке. В свой лаввэгон. И потом пошла среди хипареи этих распространять правильную религию. Мы вот думаем всякое, наговариваем на Михаила, а он преображал людей в свою веру. Не, на самом деле, тут несколько выигрышнее смотрится кривляние актёров, чем в том же пророчестве. Потому что у Норы Фронт какой-никакой комедийный вот этот экспириенс. Она там всё-таки собаку съела на этих вот дурацких комедиях. И поэтому она даёт актёрам поиграть. То есть, тут и Хоскинс хорошо кривляется. Да. Он напоминает этого Джей Джона Джеймсона из этого. А, из Дейли Бьюгл. Дейли Бьюгл, да. А, ну, в исполнении Симмонса, да? Да, да, да. Конечно же. Да, что-то такое. Ну, потому что с жёлтой газетёнкой. И он такой хорош. Потому что он, в принципе, ну, отличный актёр. И у него два плана таких есть. Два амплуа, которые ему идут. Это такой криминальный воротила, который вечно злобный. И вот такой милый дедок, который всякую ересь несёт. Ну, и где-то посредине этого Супер Марио, как бы. Такой клёвый. И тут он смешно кривляется. Уильям Хёрд, ему, в принципе, надо сыграть полено. Точнее, такое железное бревно. Он его играет. Энди Макдаул, действительно, она актриса х**ая. Поэтому она тут, в общем-то, не парится. Но когда она внезапно впускается в песню про пирог. What? Я тут, говорит, песню написала. Пироги, пироги, люблю пироги. Короче, да? What? Люблю я макароны. То есть чувствуется, что сценарист такой и режиссёр. Так, Энди Макдаул не умеет играть. Давайте её какую-нибудь чушь заставим делать. Пускай она будет типа кантри-певицей. Ну, как бы, в общем, вот этот ансамбль как бы старается. А, ещё Джина Степплхорн. Всё время мне её Трипплхорн хочется назвать. Но я понимаю, что это водный мир и помоложе. Не Степплхорн. Степплтон. Степплтон, да. Она тут тоже неплохая старушка такая получилась, циничная. Ну, жаль, что её мало. Так она очень весело подстёбывает этих приехавших репортеров. Вообще, Траволта чувствуется, что ему это дело нравится. То есть, опять же, ну, вот этот дух наркомании, да, лёгкой присутствует. И такой, ну, наркомании такой невымученной, да, позитивной. Опять же, Тривия на АМДБ сообщает, что Траволта 500 часов учил испанский язык ради этого фильма. А когда его спросили, зачем, он сказал, ну, всякий случай. То есть, ну... Видимо, он это делал, когда третий пончик доедал после очередного косяка. Пончик. А, браунчик. А, браунчик, что вы мне не учите испанский, да. Да, браун, брауни, брауни кушал. Ещё тут слухи ходят, что уже который год Траволта хочет снять сиквел этого фильма, потому что он ему очень нравится. Я считаю, что надо, надо, обязательно. Да-да-да. Жалко, он в парике уже будет. Да и отлично, мне кажется. Он даже и лысым подойдёт, в общем-то, нормально. Нет, он должен надевать парик в фильме прямо. То есть, типа, у него комплекс должен быть о том, что это лысина, и вот... Архангел с комплексом по поводу лысин. Крылья выпали, волосы выпали. Да-да-да, такой это, ощипанная курица. Ловко подметили некоторые граждане, что тут есть аллюзии к волшебнику страны Оз. То есть, это такой не просто роуд-муви, но как бы сказочно-деконструктивный роуд-муви, потому что Энди Макдаул зовут героиню Дороти. Есть собачка, и, по сути, например, тот же Уильям Хёрд, он играет такого железного дровосека без сердца. То есть, почему-то Нити вот этой вот белой как-то, или там, не знаю, проходит то, что он ничего не чувствует, циничный такой, а вот она к нему чувствует, и, короче, вот почувствует ли он что-нибудь. И это как бы самое смешное, что это берётся из ниоткуда практически, и потом становится лейтмотивом фильма. Сможет ли его каменное сердце расколоться? А его напарник Роберт Постарелли, он страшило-мудрый или трусливый лев, или кто тогда? Да он просто х** с горы какой-то. Вы не помните, что ли, такое волшебники страны Оз? Он Волков, писатель Волков. В жёлтой газетёнке работает как раз, потом напишет это волшебника изумрудного города. Видимо, волшебника страны Оз как раз символизирует, наверное, Боб Хоскинс, я не знаю. Ну, то есть, там есть какие-то аллюзии, но они не полностью идут, так это, серединка наполовинку. То есть, там домик разрушает торнадо, есть собачка, есть Дороти, есть железный дровосек точно абсолютно, да? Ну, как бы и какая-то вот смесь трусливого льва и страшилы премудрого-мудрого, не знаю как его. Так что, неплохой был бы Дэбл Фичер с Тинейшес Ди, или, например, кстати, вспомнил ещё хорошую комедию Стоунерскую «Пятница» с Айскьюбом, по-моему, молодым ещё, и с Крисом Такером вроде бы. Или Крисом Такером, по-моему. Там и Крис Рокк, и Крис Такер, по-моему, есть. Я помню, что они там, короче, полфильма сидят на лужайке и размышляют, где бы добыть там пару сотен баксов, чтобы заплатить местному драгдилеру, потому что они ему задолжали. Хороший фильм, ребята, посмотрите, очень такой это, по-моему, кто-то из этих снял, то ли Синглтон, недавно умерший, то ли кто-то из, ну, из таких знаменитых чёрных режиссёров. Прикольный, мне понравился. Вот, мне кажется, такой Дэбл Фичер был бы с этим неплохой. А, ещё, что хотелось отметить, смотрел в одноголосом переводе, слава богу, слышно было всё в оригинале, и отличный перевод, на удивление, я не знаю, кто это, голос-то это точно не Володарский и, по-моему, не Дахалов, но, ну, один из вот этих вот, которые постоянно всё переводят, кучу фильмов перевели в 90-е, и он хорошо, очень перевёл, у него буквально 4-5 косяков таких явно видных, и получается, там одну шутку, я с субтитрами тоже смотрел, да, ещё дополнительно, потом несколько раз перематывал, чтобы понять, что произошло. Когда в машине едут герои, и Траволта сзади сидит всех троллит, он говорит, спрашивает Хёрта, вот что противоположно белому, что противостоит белому? Да, так. Антипод белого, и тот говорит, чёрный, а тот говорит, нет, в оригинале он говорит, желток, типа, жёлтый желток, а в одноголосом переводе чувак просто расстарался, я, муа, так хорошо получилось. Значит, говорит, противоположность белому, а тот говорит, чёрный, он говорит, нет, красный, большевик. Ты такой, о-о-о, хорошо, молодец, просто выкрутился на отлично вообще, вплёл по литату на ровном месте. Нет, на самом деле, мне прям понравилось, молодец, хорошо сделал. Хороший переводчик. А мне ещё вспомнился фильм с тем же Траволтой, вышедший в том же году, получается, вышел этот феномен Джона Тёртлтауба. Он там, опять же, в главной роли, но он там значительно более вменяемый. Ну и Тёртлтауб как-то режиссёр повеселее, чем Уфрон, в общем-то. Феномен. Да, феномен. Он там играет автомеханика, который внезапно получает какие-то эти сверхъестественные способности. И начинает умирать, что ли? А потом оказывается, что да, это каким-то образом... У него там какой-то рак мозга или что-то типа-то... Было связано с его этим заболеванием, ну... Да, помню такой фильм. Гораздо милее, гораздо как-то вот, и прическа у него там нормальная. С точки зрения Алексея... Ну да, 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 да. Гораздо трэшовее и веселее смотреть на него в фильме Майкл. Это да. Да, Георгий? Ну, в общем, мне этот фильм больше всего понравился, я его с большим удовольствием посмотрел. Не, несомненно, из всей подборки он наиболее, как бы, вот, вменяемый. Так подборка-то хороша. Да, 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 да. Замечательная рождественская комедия, если вот надоело смотреть «Один дома» и прочее. И «Гремль». Если вы еще пьяненький, включайте. Только, как говорил о Маяк и Копян, надо обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то ничего не получится. Иначе чудо не произойдет. А Маяк. А Маяк. А, я послышал, Маяк, Копян. А Маяк. Ну, в смысле, Маяк, Копян. Все у вас Копяны какие-то на уме. Я думал, что он говорил «Тракте-бедох и лязьки-масяськи». Ну, это тоже, но... Лязьки-масяськи. Оп, и я снова прошел сквозь вас. Так, ладно, поехали дальше. «Тракте-бедох», переходим к следующему фильму. «Город ангелов». Я, честно говоря, не знал, что это ремейк, на самом деле. Тоже не знал. Теперь узнали. Теперь узнали. Ремейк фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», который получил пальмовую ветвь в Каннах. Вот придется теперь смотреть, чтобы реабилитироваться. Нет, спасибо. Он очень артхаусный, Георгий. Я начинал смотреть. Он хороший, но очень артхаусный. А насколько артхаусный по шкале Дэвида Линча, давай? Я могу по шкале Тарковского. Ну, скажем, три Тарковских из десяти. А, три Тарковских из десяти. Хорошо. Смотрибельно. Не, смотрибельно, но артхаусненько. А по Малику сколько? По Малику? Не, Малико немного, наверное. Ну, тоже где-то три из десяти. Можно посмотреть, хорошо. Да. Короче, это такая история о том, как армия маньяков-тренчкоутов времен расстрела в Колумбайне, блин, досаждала жителям Лос-Анджелеса. И один из них, вот такой сумасшедший сет в исполнении Николаса Кейджа, особенно преуспел в преследовании доктора Райс в исполнении Мэг Райан. У Кейджа здесь еще такой нормальный овал лица, как бы. Ну, такой лошадиный. Лошадиный, да. По его лучшее лицо просто, да. Да. Короче, на самом деле, эти мужики в тренчкоутах это ангелы, которые наблюдают за повседневной жизнью жителей Земли и как-то в ней, так это, ненавязчиво участвуют, помогают или наоборот, встречают людей, которые умирают и провожают их в мир иной. И вот один из них, Сет, наблюдает долгое время за одной дамой и влюбляется в нее, после чего хочет стать человеком. Я сейчас микрофон дырю. Спасибо. Георгий, ты там толкал какую-то историю, когда я подключился в это по поводу города ангелов как раз? Давай, еще разок. Еще раз, да, для прослушавших, пожалуйста. А что я там толкал за историю? Желательно начни с предыстории, как ты это посмотрел, когда первый раз, когда сейчас, что подумал по этому поводу? Ну, вот, посмотрели мы этот фильм, наверное, лет 7 назад первый раз. Ну, тогда впечатления были какие. Ну, блин, вот грустненько, конечно, вообще. Ну, вот, как же так, как же так. Ну, как же так, как же так. Да. Ну, плакать, конечно, не плакалось, но осадочек остался. Сейчас, во-первых, смотрел уже в 4 часа утра. Да. Да, Дмитрий уже говорил, что первый отметил, когда прям буквально две минуты фильма проходит. Первый разговор между ангелами, они сидят на билборде, да? Ну, как это, дорожный знак такой огромный, этот зеленый такой. И прям сразу, короче, бросается зеленый экран, на котором это снято. Я такой, о, все, поехали, колите став. Да, причем, как бы, ну, мы понимаем, что это ангелы, но, в принципе, если вот закрыть на это глаза, можно подумать, что это реально очень странная секта мужиков тренчкоута, которые сидят в непонятных местах. Секта сталкеров такие ходят. Да-да-да-да-да. И никто их не видит. У-у-у, ну, как не видят, как Картмана никто не видел в серии Сэлт Парка соответствующей. Все и притворяются, что они их не видят, типа, ты понимаешь, что происходит? Ой, опять эти чуваки приехали в город, да, все. Так, игнорируем их, игнорируем. Чтобы они побыстрее уехали, да, нужно просто не обращать на них внимания. Ой, еще вспомнилась серия Фэмили Гайя, когда нью-йоркцы приехали в это, в Куахок, и все-таки, так, нью-йоркцы, давайте просто не обращать на них внимания, может от него уедут побыстрее. Вот тут нью-йоркцы приехали в Лос-Анджелес. Ну, у них как раз плащи из Нью-Йорка такие соответствуют. Забавно, что режиссер Брэд Силберлинг, предыдущей его работы был Каспер 95-го года. Он вообще поехавший на теме умерших близких, потому что он встречался с Ребеккой Шефер какое-то время назад, и это дама, актриса начинающая, которую застрелил сталкер, короче, помните, Саманта Смит была, девочка в Советский Союз прилетела. А, ну. Письмо написала, типа, о, зачем мы тут все воюем, короче, и ей, кто там, Горбачев, что ли, по-моему, уже Кинген Секом был, написал, что, типа, да не, или Андропов, по-моему, Андропов, что у нас, типа, все нормально, вот приезжай, посмотри. И организовали вот этот вот перелет ее, ее там в пионерлагеря сводили, ну и так далее. Это как Грета Тунбергт за мир во всем мире. Ну, она нормальная, со знаком плюс. И она, получается, разбилась в авиакатастрофе, но до того, как она разбилась, ее постоянно преследовал какой-то му**к. И этот му**к, он потом переключился после гибели Саманты Смит трагической на Ребекку Шефера. И в итоге ее преследовал до того, ну, короче, застрелил ее. И, собственно, походу, это пунктик у Сильберлинга возник на этой почве. Потому что у него все время какие-то умершие близкие. И в 2002 году он снял вот вольную такую интерпретацию этой истории. Это называется The Moonlight Mile с Джеком Джилленхолом. Да, Миро Лунного Света. Да. С Джилленхолом? Да. Ну, он там совсем молоденький. Еще там еще Дастин Хоффман, еще кто-то. Да вообще, я смотрю, он по большей части такой телевизионный режиссер, потому что, как бы, что вот до этих Города Ангелов с Каспером, что после него в основном какие-то эти все сериалы там, проси, господи, полиция Нью-Йорка, какой-то мне название понравилось сейчас. Доктор Чо какой-то... Дуги Хаузер. А, Дуги Хаузер, да. Ты че, это же, как это, стар веикл этого самого... Нила Патрика Харриса. Да, как я встретил вашу маму Нилу и Патрика Харриса. Он там еще совсем сопляк. И этот сериал, по-моему, Дэвид Келли, что-то очень много с ним работал. Ну, такой придурочный тоже этот ситком про малолетнего доктора-гения. Известный в Америке, он такой миметичный достаточно был. Но просто он тоже бесконечный. У него миллион серий, он придурочный такой, у него свои взлеты и падения, как полагается. А сейчас он тут снимает этот, прости господи, ремейк Зачарованных. О, да. Топ оф де топ. Сериал на Седабе, да. Который продлили на очередной сезон. Придется новости про него писать. Так он уже вышел, да, получается? Да, 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 да. Это такая мексиканская версия. Человек за 6 миллионов песо. Да. Ну и, в общем, действительно какая-то армия сталкеров. Опять же, зависит, видимо, от настроения, с которым это все смотреть. Потому что, блин, я вот когда первый раз смотрел, тоже как-то давным-давно, это все вот два из трех фильмов, которые я смотрел в каком-то, ну не то что в босоногом детстве, но в таком утрочистве, скажем так. Первый раз смотрел как-то, да, действительно, что-то грустненькое. А сейчас это уже в более взрослом возрасте думает, бляха-муха, какие-то вообще на серьезных щах все воспринимало. Какая хи**а. Особенно после того, как знакомишься со всеми мемными фильмами с Кейджем, да, и тут просто, короче, каждые две минуты ты флэшбэчишь, потому что проскальзывают вот эти вот сумасшедшие его открытые глаза. Даже далеко ходить не надо, можно вспомнить просто без лица, в котором он страволтый там кривляется, вот, и как бы такое комбо просто получается. И он все время вот на эту доктора Мэгг Райан смотрит, и у меня ощущение, что он скажет, I will take your face off. Весь фильм ждал, когда вот это вот сделается. И движение рукой вот этого. Да, фирменное движение рукой. Я вот прямо сейчас его повторяю каждый раз. Так великолепно. И еще главное, режиссерское и актерское решение, Кейдж с Сильберлингом, решили, что ангел не должен моргать в кадре. Это абсолютно придурочное, очень двойственное решение, потому что выглядит он натурально, как маньяк, который так пристально взглядом вцепился в него. Так, ну-ка я... Крепота. Такая крепота вообще. И тренчкоут этот, из которого шотган можно достать в любой момент. Да-да-да. И ебать даже с этим всем, да, вот эта эстетика 90-х, да, которая, ну, устарела безбожно. И вот эта романтическая, вот эта вся линия с песенками, там же... Я этот фильм, ну, я знал, что он есть давным-давно, да, тоже, потому что он в 98-м вышел, соответственно, он в конце 90-х, в начале 2000-х его постоянно крутили по телеку, да. Ну, он такой вот завсегдатый телевизора, да, вот этот фильм. Такая романтическая. Ну, как-то я вот, как иронию судьбы никак вот не доходил полностью посмотреть. Ну, знал про его существование, а последние пару лет, мы вот с супругой живем, она мне мучает своими аудиозаписями, и там есть песня из этого фильма. Ну, а в фильме она, кстати, в гораздо более дебильной аранжировки, я бы так сказал. И вот у меня город ангелов ассоциируется с этой песней, я постоянно об этом забываю, что там эта песня есть, и сейчас вот с Лизой смотрели, она такая, о, вот эта песня, я такой, о, блин, точно, там же эта песня, оказывается, есть, вот откуда я про этот фильм помню. И как бы даже если забыть про всю эту фигню, да, вот, фильм, он, ну, как это, проблемы белых людей. О-о-о. Вот ангел, да, ходит, например, в том же небе над Берлином Вендерса, да, то, что я посмотрел там, я посмотрел буквально, наверное, четверть фильма, но тем не менее, настрой фильма куда более такой меланхоличный и такой приземленный, потому что люди, мысли которых читает этот ангел, да, в исполнении Бруно Ганса, кстати, он там более харизматичен, вы представьте, чувак, который сыграл Гитлера в бункере, да, вот это най-най-най-най-най, да-да-да, он более харизматично получился и более симпатичным, чем Николас Кейдж, то есть, ну, какой-то дирекшн вообще странный должен быть, да, чтобы Гитлер получился лучше Николаса Кейджа, мы сопереживали Гитлеру лучше, чем Кейджа. Пацаны, а тут есть еще небо над Берлином 2, причем тоже Вима Вендерса и там играет Уильям Дефу. Да, ну, там же, видишь, тематически-то оно обосновано, потому что первая часть, она типа над, ну, получается, Берлин там расколот, западный, восточный Берлин, а вторая часть, она уже после объединения, то есть там режиссер, он исследовал вот эти вот человеческие темы все, а тут-то исследовано примерно ни х**а, по сути, пара вопросов в фильме исследуется, это принятие доктором смерти вот этого, да, что она как бы сделала все, что могла, но все равно не получилось, пациент умер, да, и как-то вот эта вот любовь, и вот это все смотришь, типа думаешь, Кейдж такой жалуется, а вот как мне плохо, вот я теперь человек, вот все плохо-то, как получилось, ну, думаешь, блин, ну, вот есть люди без рук, без ног, там, не знаю, да, там, инвалиды, там, и не жалуются некоторые, а ты взрослый мужик, короче, да, в тренчкоуте, в тренчкоуте, да, можешь ходить делать, чё хочешь, да, хоть по парку там пиписькой с идти, с гибиционизмом заниматься, пожалуйста, у тебя куча возможностей есть, что ты жалуешься, да, там, на свою жизнь, то есть это вот плаксивость концовки, мораль вот эта вся общая, которая размазывается, так странно смотрится, то есть, ну, очень сложно с этим как-то ассоциироваться. Я сейчас ещё вспомнил сцену, где он один приходит на рынок, смотрит на груши и... Грушку покупает, понимаешь, я о неё разбираюсь в сортах груш, бляха-муха. И он просто, понимаешь, он, короче, смотрит на них, как сумасшедший, берёт одну, потом ещё одну, и ты думаешь, бля, сейчас, короче, он обложится нахуй этими грушами. Я в пятёрочке груши так же покупаю. А вы... Остаток фильма Кейч выберёт грушу. Мне кажется, это весь фильм должен был быть. О, конференция. Он читает мысли продавца, типа, какие груши нормальные, какие ненормальные. Грушчика, точнее, который это выгружал, всё с ящика такой. Он такой, так, всё ещё эти груши нормальные, вот эти я себе заберу. Он такой, слушай, братан, мне отложили пол ящичка за полцены. Потом, после магазина закроют, договоримся. Ну или как, потом закроют, договоримся. С придыханием тут горит весь фильм тоже. Странный, странный фильм, очень странный монтаж, хрен знает. Я вроде внимательно смотрел, и не с просонья, в нормальном состоянии, абсолютно, но как-то всё по монтажу размазано. В плане, вот сцена, Николас Кейдж и Мэг Райан беседуют на тему клеток, вот человеческой жизни, как зарождается жизнь, вот в микроскоп он смотрит, да? И он задаёт ей вопросы настолько придурочные, что, мне кажется, любой дурак уже поймёт, что он либо инопланетянин, либо не от мира сего. У Мэг Райан, видимо, такого впечатления не складывается. Я привыкл с тупенькими общаться, кажется. Не, она сама, походу. Не очень умненькая, да? Да, спустя полфильма спросили, так кто же ты такой? Да ты чё, женщина, ты чё, не видела, какие он вопросы задаёт, как он себя ведёт, что он твои волосы нюхает? Тебя это не смутило вообще? Круто, круто. И вот ощущение сложилось, что эта сцена, вот когда, да кто же ты такой? Она должна была быть где-то раньше в фильме, чем только когда она ему... То есть она должна была типа сразу узнать, что он ангел, после чего, ну, начинать ему объяснять, как жизнь устроена. Да и вообще, такой клиповый монтаж с какими-то этими непонятными артхаусными вставками. Пролётами камер, как бы. Пролётами камер. Мне это напомнило открывающую сцену из одного из этих последних фильмов про Джеймса Бонда с Крейгом. О, сейчас, секунду. После этого Казино Рояль, какой там следующий фильм? Команд Милосердия. Да. Вот там вот гонка в начале совершенно с этими ставками этих скачек. Внезапно посередине втыкаются чёрно-белые кадры скачек. Думаешь, бляха-муха, что я вообще смотрю? Ну, надо было материалу. Отснял человек скачки. Такой, ну, куда запихать? Ну, запихаю в Джеймса Бонда. Ну, и вот тут вот стоящие мужики в тричкоутах до всяких разных возвышенностях думаешь, ё-моё, сколько можно? Мне кажется, у них выбить разрешение на съёмку ушло большая часть бюджета и на вертолёты, которые это всё снимали. Да, вероятно, вероятно. А как вам сцена падения Кейджа, скажем так, из «Ангелов» в «Люди», когда он долго-долго стоит и слушает польский хор, поющий «Отче наш» на польском? Почему-то на польском? Вообще, вот что? И главное, ещё такой план выбрали, когда Кейдж падает, что снимают сверху, а-ля как Нео в «Матрице», когда он по карнице пытается выкарабкаться, да? Но там это буквально полсекунды этот план, а тут этот план длится и длится и длится, и Кейдж начинает падать, и это так комично начинает смотреться через некоторое время, что-то в замедлении, в слоу-мотоком пафосном, очень странно, очень. А ещё Кейдж там в одной сцене курит с Майклом Маном, он сидит в закусочной, короче, сигаретку курит и смотрит такой, думает, а на переднем плане Майкл Ман сидит сигарету курит. Просто так. Да. А ещё монтажёр фильма Линдзи Клинкман монтировала драму «Дома озера» 2006 года, тоже примерно с похожим сюжетом, как мне кажется. «Дома озера» это эти... С Киану Ривсом, да? С Киану Ривсом и Сандрой Балак. И Булкаган, где они письма передают друг другу. Так там же, по-моему, и Сильберлинг как же связан с этим был, по-моему, не? Что-то тоже, по-моему... Не-не-не-не-не. Не, по-моему, да-да-да-да, подожди. Я что-то тоже смотрел и наткнулся на него. Ну, в фильмографии Сильберлинга смотрел и тоже наткнулся на... Ну ладно, продолжай, продолжай. Да-ка, а что продолжать? Она же ещё монтировала фильм «Бобёр» с 2010 года, который будет в следующем подкасте у нас. Конечно, будет. Да. И все его сиквелы. Кстати, о «Бобре», да, вот вообще в целом сложилось впечатление, что это такой диетический, поначалу диетический, чего хотят женщины. Помните, когда Мэл Гибсон отходит и слушает мысли женщин, Чё-то такое вот как-то повеяло, как-то не знаю. Ну, буквально так на полфильма, наверное, до того, как он увлёкся Мэг Райан. Ещё позабавилось, что они ходят по Лос-Анджелесу, короче, а библиотека, вот такая ключевая сцена, там получается библиотека в Сан-Франциско находится. Вот, чё-то они наизбелись немножко. Или, я не знаю, локации не было нормальной библиотеки, что ли, в Лос-Анджелесе? Ну, блин, ничего подержать. Книги не читают. Да. Я ещё важнейшее сейчас замечание скажу. У меня постер фильма вот в этих чёрно-оранжевых тонах на «Вео мысли о Достоевском». Тварь я дрожащая. Да, да, да. Потому что хочется кого-нибудь зарубить топором после этого. Ну, если бы... Или идиот приходит на мысли. Ну, и это в том числе. Вообще, у него в книгах часто используется чёрный и жёлтый цвет, а тут такой чёрный и жёлто-оранжевый. А, жёлтый дом, да, у него там это постоянно он любит жёлтые дома. Как это? Психушка. Нам всё время учительница в школе рассказывала, что это психушка. Психушка, да. Цвет болезни жёлтый. Кулстория про Достоевского. Мы тут, когда в Москве ездили как-то летом, проходили мимо библиотеки имени Ленина, которая рядом, ну, в самом-самом центре. И там стоит памятник Достоевскому огромный. Но всё это дело было на реставрации, забором огорожен, вот таким сеточкой, рабицей. И там китайцы шли целая группка, и один из них меня спрашивает такой, практически без акцента, это Ленин? Показывая на Достоевску. Я говорю, нет, это не Ленин. Я говорю, это Достоевский. Я понимаю, что он меня не понимает. Я говорю, Достоевский, писатель. Потом говорю, на английском, типа, райтер. Он такой, меня не понимает. Я говорю, ну там, букс, райтер, ебан. Тот такой, ну так, начинает что-то въезжать, и я ему говорю, crime and punishment, типа, преступление, наказание. Не понимает. Я говорю, идиот. Тот, видимо, подумал, что я в его адрес сказал идиот. Такой посмотрел на меня, так. Но потом, видимо, въехал. Я ему на телефоне нагуглил, говорю, вот этот дядя. Это Ленин. Я сразу мем вспоминаю, вот этот вот анимешный, где там чувак на ладошке, это бабочка. Это Ленин. Нет, ну логично, что возле библиотеки имени Ленина сидел бы, например, Ленин, да, а не Достоевский. да, да. Иначе, что это у вас библиотека имени Достоевского, что ли? А еще в эпизоде города ангелов есть этот, Денис Франц, который как будто прямо вот с крепкого орешка 2 сюда перекочевал без изменений. Тупо после событий в аэропорту в больницу попал, как бы. Так а слушай, он же и в NYPD Blue, это Нью-Йоркская полиция, так это переводили на русский? А ну да. Он же там тоже этого Сиповича играет, у него там постоянная роль была, его даже в Гриффинах там была шутка, что типа у Питера Гриффина отрубили вещание, он по телефону слушал, ему приятель описывал, как идет серия с Сиповичем, типа Сипович показывает свою жопу, ай, не могу увидеть все равно, что радио слушаю, блин. Ну там Сипович в смысле жопу показывал, что раскололся подозреваемый, вот потому что это Деннис Франц, он омерзительный, волосатый. Он, кстати, омерзительного копа играет еще с 70-х годов, у Де Пальма он играл в двух фильмах, как минимум, в одном он как раз играл вот такого мерзкого детектива в Dress to Kill, в котором мы уже шутили, что он одетый, чтобы убить. Бритва в русском варианте. Хороший фильм, и Blow Out, второй фильм, хороший фильм с Траволтой, хороший конспираси-триллер, Прокол называется, он такой типа полу-оммаж-блоу-ап, фотоувеличение Антониони, но про звукозапись, то есть там Траволта играет такого чувака, который звук записывает, звук пишет с натуры, фоули, короче, и в один момент он становится свидетелем политического, возможно, убийства, и там как раз вот одного из сутенеров, одной элитной проститутки, играет Деннис Франц, он там тоже такой смешной. А, точно, точно, я смотрел даже. Да-да-да-да-да. Он там тоже в труханах, короче, ходит как Траволта в Майкле. А проститутку играет Нэнси Аллен, которая из Робокопа, да? Которая жена Де Пальмы, он ее любил это использовать в этих фильмах, вот в таком качестве, какой-то проститутки постоянно. Видимо, что-то вот было в нем такое. Да, что-то было в нем такое куколдовое. Короче, говно этот город ангелов от финального твиста, и сейчас будет момент спойлеров, если не хотите спойлеров, перематывайте сразу на концовку. Момент, когда погибает героиня Мэг Райан, я там просто чуть не уссался. То есть я думал, что, ну, это будет, типа, вот они объединились и счастливы, да? Но в этот момент вот настолько тупо была поставлена гибель героини, когда она едет на велосипеде и в слоумо раскидывает руки и выезжает грузовик, и его видно за километр. И это, блин, как в Остине Пауэрсе, когда каток едет, и этот подручный главного злодея полчаса стоит и орет, ёпарасэте, ну, ты с этого велика могла 10 тысяч раз там как-то на обочину свернуть, ещё что-нибудь сделать, затормази, что хочешь сделать? Тем более грузовик, он ей не в лобовую ехал, там не сбил её, не притёр к дороге, там ничего не подрезал. Он выезжал сбоку, да, причём там монтажный косяк, там он с одного боку выезжает, а потом выясняется, что с другого боку выезжает. А потом я смотрю на то, как она там разбилась, думаю, вообще в мясо будет, Ну, знаете, как в знаках, например Ну, грузовик же Да, помните знаки, когда там все смеялись, что, типа, это выстёбывали ещё в очень страшном кино какой-то из частей Что, типа, там ах, так как смешно У тебя нижняя часть, типа, сохранилась Как бы смешно-то смешно, но, по крайней мере, в фильме там показано, что её машина напополам там рас***чила Блин, то есть, понятно, почему она помирает, да? А тут она лежит такая, типа, ой, я ноготь поцарапала, ну, всё, умираю Потому что должно быть романтично Ну, романтично-то романтично, но хоть бы ранку-то какую показали Там синяк себе набила, короче, и умерла Показывают гнутое колесо у велика, всё Да её на самом деле никто не сбивал Она умерла от инсульта Да, от передозировки счастья Да-да-да, пока ехал на этом велосипеде, вот, а чувак просто, ну, водитель грузовика Это был воображаемый грузовик Ну, а он остановился такой, а что это она упала с велосипеда, пойду посмотрю Раскидал кучу этих самых, ну, как эти, флеерс, короче, которые Колесо погнул ей, ну Да Нет, знаешь, как в анекдоте это Так, Мэг Райан, только, понимаешь, новое ведро подвесил Она ему ведро, походу, погнула Вот, и он побежал за новым ведром Я, короче, не понял, чего она померла В натуре, может быть, от передозировки перспектив жить с Николасом Кейджем Как бы, который три часа моется в душе, блин, все это время Если бы она ему объяснила, как душем пользоваться, еще тоже А то он такой, ааа, включил кипяток Такой О, тепленькая пошла, да Да-да, кипятком и буду мыться То есть, судя по пару там, которая от него пошла Он там как минимум, не знаю, снаружи, наверное, градусов пять Такой пар валил Ну, и, в общем, все это время он намывался Она за это время успела в магазин съездить Груши выбрать Разбиться Чуть не умереть И он такой, только вышел Такой, с этой делянки, короче, где они жили Такой, опа Обана Единственное, что хорошего в этой сцене Это озеро Тахоя красивое Кстати, веб-камера есть прямо сейчас Можно посмотреть Озеро Тахоя, вот мостик там красивый Мне тупость вот этого сцена Напомнила другую драму Называется «Один день» Там играют Джим Стюрджис и Энн Хэтуэй В начале такая красивая история любви Потом, опять же, спойлер Ее внезапно, насколько я помню Сбивает машина, что ли И остаток фильма весь Полфильма Пиздец Страдания Стюрджиса По поводу того Как же он расстроен По поводу того, что он ее потерял И как он находит себя И решает жить дальше Потому что жизнь не заканчивается Думаешь, бляха-моха Не, ну, на самом деле Это хотя бы какой-то смысл имеет В плане истории, да А вот когда В «Городе ангелов» Это совершенно внезапно Не с*** в конце происходит, да И как бы просто, чтобы даунер-эндинг был Да Ну ты такой Ну да, ну вот девяностые Вот любили они такие эджи все быть, да Как это, как это говорится Обмануть ваши ожидания Только не как Райан Джонсон А по-идиотски И, в общем, это такой Ну спасибо, блин, да То есть если фильм вырубить В момент, когда она катается на велосипеде Вот прям титры пустить Ничего не поменяется Вообще ничего не поменяется Даже лучше станет Даже лучше станет, наверное, да Вот Еще, кстати, она там очень бездарно помирает Мне кажется, достойный конкурент Этой самой Марион Катерьярт Из Третьего Бэтмена Когда она так Глазки раскрыла Вот она тут точно так же Даже Траволта в Майкле Лучше помер Более достойно Ой Да-да-да-да Нет, Траволта-то там Помер красиво Но Не то, что более достойно А просто красиво А тут вот, б***ь, думаешь Действительно Короче, лучше посмотрите В оригинале этот Человек-паук Через вселенную Потому что там Кейдж тоже озвучивает Одного из пауков Вот Нифига ты Скаканул Переход, да? Да Ну, не знаю Посмотрите Мэнди Потому что там Николас Кейдж тоже смешной Но в другом плане Да Там он хотя бы Не скрывает свое сумасшествие Там он не прикидывается Ангелом То есть если Ангелом Ада Да В общем, это было сложно В очередной раз Но мы с этим справились Мы пережили все эти три фильма Это только начало, Алексей Это только начало Мне уже страшно Ну что же На следующий раз Что нас ждет, Дмитрий? Не скажу Не скажешь Вы знаете, что Но об этом узнают Наши подписчики на Патреон Наверное На самом деле Да Любой подписчик на Патреон Может в любой момент узнать Что ждет На следующий подкаст У нас А так В общем и целом Градус трэша Не будет сбавляться Не переживайте Отличненько Отличненько Да, да, да Отличненько Ну, давай, Алексей Зарекламируй Где нас можно почитать И вообще про Полтфак ТВ Что-нибудь Да, и кто мы такие В конце-то концов Хорошо Прорекламировать нас Да, уж Хотелось бы Ну, в общем Подписывайтесь На нас Везде, где нас найдете Олдфак ТВ Есть Вконтакте, конечно Канал в Телеграме Уютненький Да, уютненький Страница на Фейсбуке Которую я даже Иногда обновляю Подписывайтесь На наши подкасты По слову Киновестник В iTunes Саундклауд На Яндекс.Музыке В общем, опять же Где найдете И вообще Смотрите хорошее кино Не смотрите плохое Как мы А еще напишите В комментариях Хотите ли Чтобы мы завели Инстаграм Ну, вы пишите Пишите Вы пишите, да Инстаграм Походу Мне забанили Видимо За масс-фолловинг Или что-то Вот это вот В общем На этом все Я думаю Как говорится До свидания До новых встреч В эфире До новых встреч Да Всем спасибо Всем пока Пока-пока 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 У-ху 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 Пока-пока 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 Субтитры